добрый день дорогие друзья стопы тема этого небольшого видео размышления часть тела человека потому что мы сегодня будем говорить о человеческих стопах их две латинское слово пес в каждой стопе 26 косточек и это амортизаторы нашего тела это способ перемещения нашего тела в пространстве и необходима забота и знание о наших стопах хотел бы сказать о том что пропорции стоп по отношению к телу всех людей разные но они должны быть таковыми чтобы с помощью этих стоп человек мог перемещать свое легкое среднее или тяжелое тело высокое или низкое и рекорды в размерах стоп они удивительные был человек роберт оллу который имел 76 размер обуви а среди женщин рекордсменом является эмма кэхилл 49 размер стопы хотел бы сказать о том что сегодня люди в большей степени озадачены красотой обуви которые они хотели бы носить чем своими стопами это напрасно стопы они должны иметь уход и заботу всю жизнь человек должен за ними ухаживать и заботиться потому что стопы они отвечают человеку здоровьем всего его тела и если стопа будет больно то конечно же перемещение тела человеком осуществляется крайне трудно и это факт хотел бы сказать о том что немногие люди дома ходят босиком а вот хождение босиком это хорошая привычка которая прививается с детства и она укрепляет не только стопы но и а предотвращает простудные заболевания у людей хотел бы сказать о том что контрастные водные процедуры для стоп они также необходимы причем они должны быть еженедельными а в некоторых случаях даже ежедневными это два ведра или две емкости с горячей холодной водой и человек перемещает свои стопы каждые 10 секунд из одного ведра в другое и в конце вытирает свои ноги насухо и сосуды которые сужаются и расширяются они потом благотворно будут влиять на здоровье всего тела человека конечно же обувь имеет значение одно дело обувь с высоким подъемом которая деформирует стопу и другое дело обувь которая постоянно значит плоская скажем сланцы или пляжная обувь это тоже не совсем правильный вариант хождение в большее время суток для человека и у людей есть три варианта стопы как бы разделяют и первое это египетская когда большой палец стопы он длиннее второго пальца греческая это когда первый и второй палец то есть большой и второй палец имеет одинаковую длину и у я извиняюсь когда второй палец имеет длину большую чем большой палец и наконец римская стопа это когда три пальца имеет примерно равную длину и условно эти три типа стопы говорят о том что есть какие-то для определенных типов людей характерные черты внешние к стопам и так стопы играют роль как удержать равновесие оттолкнуться а рессора до амортизация рефлекторная до и это способ перемещения человека пространстве упражнения которые необходимо делать для стоп они простые вы берете деревянную или пластмассовую трубочку размером 23 сантиметра в толщину и раскатывайте каждой стопой примерно одну минуту затем вы плаваете ходите босиком встаете на носки опускаетесь на пятки затем вы плаваете с ластами и вот такие упражнения как хождение по песку по камушкам они очень полезны для стоп плоскостопие как продольная так и поперечная встречается у 9 из 10 людей как минимум в той или иной степени поэтому плоскостопие но конечно же влияет на хождение на технику хождения а техника хождения это уже влияние на коленный сустав тазобедренный сустав и поясничный отдел позвоночника поэтому если стопы здоровые то ваш позвоночник в том числе он будет в более выгодном положении забота о стопах она имеет разные формы но необходимо хотя бы минимальное знание и минимальная забота о них поразмышляйте об этом я желаю вам божьей милости благодати до свидания